Первый этап капитального ремонта путепровода на 26-м километре Можайского шоссе завершается. Движение здесь откроют 1 декабря по всем четырём полосам. Темп реконструкции и стакады обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета. Завершаются работы по обустройству оборудования одного из направлений. Это в сторону Москвы. В настоящее время там уложен уже асфальтобетон. Там монтируются барьерные ограждения пешеходные. Также ведется подготовка к устройству швов. Все работы идут согласно графику и частично приостанавливаются только на зимний период. В это время здесь будут ремонтировать пролетное строение, опоры и подмостовую зону. Капитальный ремонт эстакады проводится в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Также на совещании обсудили эффективность обслуживания линий наружного освещения дорог. Поступила задача от Минтранса и на 2011-2022 года мы оцифровали все 100% линий наружного освещения на муниципальных и региональных дорогах. И получилось, что у нас примерно 11 тысяч опор и порядка 20 тысяч светильников. Особое внимание Андрей Иванов обратил на постоянный мониторинг линий наружного освещения, который осуществляют представители территориальных управлений и муниципальных предприятий. Как он должен происходить? Что в вашем понимании идеальный мониторинг? Куда эта информация по итогам должна попадать? По неработающим светильникам на сегодняшний день три жалобы. Остальные обращения будут отработаны до 20 ноября. Все нарушения работы линий наружного освещения в округе устраняются в двухдневный срок. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.